Либо-либо Привет, ребята! С вами Аксенов Андрей, подкаст «Закат Империи» и студия «Либо-либо». Я рассказываю поразительные истории о людях и событиях начала XX века. Революция, секс, наркотики и панк-рок в Российской империи. Ребята, этот сезон подходит к концу. Вот уже десятый выпуск. Впереди еще один. Последний в этом сезоне. И еще через неделю после этого выпуска состоится традиционный стрим на YouTube. Приходите, я буду там отвечать на ваши вопросы. Вопросы можно начинать задавать уже сейчас. Например, в соцсетях, в чате «Закаты Империи», в Телеграме, или в личке в Инстаграме, или в личке ВК. Да, пишите везде, где вам будет угодно. А еще я хочу попросить вас поставить какую-нибудь классную оценочку в Apple подкастах, в CastBox написать отзыв, или в Spotify, например, сердечко поставить на Яндекс.Музыке. Ну и вообще где-нибудь отметить этот подкаст там, где вы его слушаете. И рассказать вашим друзьям, если они почему-то еще не слушают «Закат Империи», «Время и деньги». Кстати, «Время и деньги» теперь выходят на всех платформах, если вы пропустили эту новость. Можно написать о подкасте в соцсетях своих, например, сторис выложить где-нибудь, или просто пост написать в Фейсбуке, или ВКонтакте, или где угодно. Я буду вам очень благодарен. Но лучший способ поддержать меня и студию «Либо-либо» — это подписаться на Patreon, Boosty, закрытый Телеграм-канал или подписку «Либо-либо плюс» в Apple подкастах. Во всех этих местах вы можете слушать дополнения после каста к каждому выпуску. А еще в закрытом Телеграм-канале и на Apple подкастах вы сможете слушать дополнения к другим подкастам студии «Либо-либо» и специальный эксклюзивный подкаст «Студия» о том, как мы работаем. А на Boosty и Patreon вы можете поддержать уже меня лично. И там, помимо после кастов, есть еще всякие истории и новости текстом, а также другой эксклюзивный подкаст, исторический, разговорный, который я веду со своим братом Семеном Аксеновым. Этот подкаст называется «Братислава» и все ссылки в описании этого выпуска. А этот сезон мы делаем вместе с партнером подкаста, платформой по выполнению заказов такси «Яндекс.Про». Слушайте специальную рубрику в середине эпизода, в которой мы рассказываем о том, как развивался рынок извоза и такси до революции и о том, как его принимали тогдашние жители. Середина сентября 1905 года. Сергей Юльевич Витте, председатель Совета Министров, только что привез из США мирный договор с Японией. Война окончена, и хотя революция в самом разгаре, но все-таки одной крупной проблемой меньше. Из Петербурга Витте едет навстречу с императором. В это время Николай II с семьей находится на борту царской яхты «Штандарт» у берегов Финляндии. Государь на приеме поблагодарил Витте за заключенный мир и возвел Сергея Юльевича в графское достоинство, чем Витте был очень польщен. Кроме всего прочего, у Ник зашел разговор о новом соглашении между Германией и Россией. Соглашение это недавно подписал император с кайзером Вильгельмом. И Витте совершенно искренне сказал, что разделяет идею сближения с Германией. Спустя несколько дней Витте встретился с министром иностранных дел Владимиром Ламсдорфом. Ламсдорф поздравил Витте с новым титулом, добавил, что император очень хвалил его за мир с Японией, и затем отдельно заметил, что, как он слышал, Витте вполне поддерживает идею недавно подписанного императором соглашения с Германией. И Витте сказал, ну да, поддерживаю. Типа, сейчас лучше иметь широкий континентальный союз между Францией, Германией и Россией. И тут, видимо, Ламсдорф понял, что Витте, представитель Совета Министров, просто не в курсе того, что именно подписал император. Дальше состоялся такой диалог. Это из воспоминаний Витте. Ламсдорф спрашивает, «Да читали ли вы соглашение?» Я ответил, «Нет, не читал». «Вильгельм и государь не давали вам его прочесть?» Я опять ответил, «Нет, не давали, да и вы, когда я приехал в Петербург и был у вас ранее, чем явиться к государю, тоже не дали мне его прочесть». На это граф ответил следующее, «Я не дал, потому что не знал о его существовании. О нем в эти три месяца мне никто не сказал ни одного слова, и только теперь государь мне его передал. Прочтите, что за прелесть!» То есть, да, император подписывает соглашение с Германией, а председатель Совета Министров и министр иностранных дел вообще даже не в курсе, что там в этом соглашении. Ну, Витте прочитал этот довольно короткий документ, он реально умещается на листочке А4. Первый и главный пункт гласил, что в случае нападения на Германию или Россию в Европе, вторая страна, ну то есть, соответственно, Россия или Германия, должна была прийти первой на помощь. Ну, то есть, это был военный союз. Самое странное в том, что этот новый союз противоречил уже существующему много лет другому военному союзу с Францией. То есть, теперь как бы получалось, что если Германия нападет на Францию, то Россия должна поддерживать Францию. А если Франция нападет на Германию, то Россия должна помогать Германии. Витте пришел в необыкновенное волнение и даже не знал, с чего начать, но в конце концов сказал, «Неужели все это сотворено без вас, и до последних дней вы об этом не знали? Разве государю неизвестен наш договор с Францией?» На это Ламсдорф ответил, «Как неизвестен, отлично известен. Государь, может быть, его забыл, а вероятнее всего, не сообразил сути дела в тумане, напущенном Вильгельмом». Государь забыл, что у России есть еще другой союзный договор с противником Германии. Ну, или просто не сообразил. Не, ну, что, с кем не бывает. Слушайте, сейчас мне надо будет потратить некоторое время разложить для вас немного, что вообще происходит в Европе в политическом смысле в то время, даже вот не в 1905 году, а чуть-чуть раньше, дать перспективу. Я предупреждаю, будет непросто, потому что никаким единством тогда совершенно не пахло, все было очень запутано. Европейские страны конкурируют друг с другом и в Европе, и в колониях, и имеют много нерешенных проблем. Первая проблема – это Эльзас и Лотарингия. Это область между Францией и Германией. Это буквально яблоко раздора между этими странами. Сейчас эти земли принадлежат Франции, а в начале 20 века принадлежали Германии. Германия, точнее Пруссия, присоединила эти земли после франко-прусской войны в 70-е годы 19 века. Соответственно, Франция мечтала эти земли вернуть. Вторая горячая точка, точнее даже не точка, а область – это Балканы. И даже можно брать шире – земли со славянским населением, потому что здесь сталкиваются интересы России и Австро-Венгрии, а еще Османской империи, которая владеет большим количеством земель на Балканах. Еще Германия и Италия не очень довольны существующим разделом мира и были бы рады обзавестись какими-никакими колониями, и тут они, соответственно, вступают в потенциальный конфликт с Великобританией и Францией. Еще Великобритания конкурирует с Россией в Азии, прям от Персии до Китая. Англичане даже всерьез рассчитывали на то, что русские способны перейти Афганистан и вторгнуться в Индию. Плюс к этому Австро-Венгрия дружит с Германией, ну потому что в Австро-Венгрии много немцев живет, но с другой стороны Германия не против сближения с Англией и с Россией. Короче, сложно сочетаемый клубок противоречий. Тут надо сказать, что у Германии и России в конце 80-х годов XIX века был даже военный союз, направленный против Франции. Но в 1890 году немцы решили союзный договор с Россией не продлевать. Продлевать будете? Нет. И тогда, в общем, отец Николая II, Александр III, заключает новое военное соглашение уже теперь с Францией. И по этому соглашению Россия и Франция обещают прийти друг другу на помощь, если Германия или Австро-Венгрия, или они обе, нападут, соответственно, на Россию или Францию. Это все делается для того, чтобы в Европе как бы сохранялся баланс сил. Ну то есть, чтобы ни у одного союза не было бы критического перевеса. И с другой стороны, чтобы никто из крупных держав не оставался в одиночестве, в слабой позиции. А еще, конечно, деньги имеют значение. Французы были готовы широко кредитовать Россию для разнообразных целей. А России как раз нужны инвестиции. Надо строить промышленность и военные, и железные дороги, и прочий тяжмаш. Самое поразительное в этом союзе, что договор этот поначалу держался в секрете. Потому что идеологически Франция и Россия казались просто полностью несовместимы. Франция это радикальная светская республика, а Россия тогда самая авторитарная и великая держава. Ну то есть, буквально гимн Франции, Марсельеза, был в России тогда запрещенным, экстремистским материалом. Ну потому что там же поется «Дрожите, подлые тираны». Ну то есть, просто прикол, конечно, оцените. Для Франции этот союз в первую очередь был нужен для страховки от нападения на нее Германии. И при этом Германия не в курсе существования этого договора. Да что там Германия? Сам Николай II узнал о существовании этого военного союза только когда отец был уже при смерти. Александр III, когда понял, что умирает, решил все-таки сообщить об этом секрете наследнику, а договор Николай уже прочитал только когда сам взял власть в свои руки. В 1895 году, то есть спустя год после того, как Николай стал управлять Россией, в целом дипломаты перестали скрывать, что этот союз франко-русский существует, но кайзер Вильгельм в это не верил. Ну это же просто полный абсурд. Франция и Россия. Камон, это невозможно. В 1896 году Николай посетил Францию и присутствовал на смотру войск. А затем президент Франции присутствовал на параде в Красном селе под Петербургом. Вильгельм все равно не верил в возможности этого союза, но все-таки поверить пришлось, хотя текст договора так и оставался неизвестным общественности. Это все довольно сильно меняло политическую карту Европы. Теперь давайте еще поговорим про деньги, но после небольшого перерыва. И это специальная рубрика, которую мы делаем с партнером подкаста, с платформой по выполнению заказов такси Яндекс.Про. В ней мы делимся историями о том, как развивался рынок извоза и такси до революции и о том, как его принимали тогдашние жители. Как проходит ваше лето? Надеемся, вы были на море. А может, вы прямо сейчас на море. В таком случае поздравляем. Но вот если сегодня, например, можно добраться на поезде до любого города на Черноморском побережье Краснодарского края, то в начале века поезда доходили только до Новороссийска. Как добраться дальше, если вам надо, скажем, в Сочи или в Анапу? Конечно, на извозчике. Да, мы привыкли к тому, что обычно извозчики ездят только по городу. Но вот, кстати, в Яндекс.Акси можно заказать такую поездку с помощью межгорода. Но дореволюционная курортная реальность особенная. Люди, даже у которых была в столице своя карета, конечно, не везли ее на юг. И извозчики работали на всем протяжении, от Анапы до Сухуми. Такса на проезд устанавливалась властями в зависимости от количества запряженных лошадей, а в ночное время плата была двойная. И извозчики, когда рассчитывали плату, должны были ориентироваться по личным часам. А если личных часов у них не было, то тогда по часам пассажиров. И еще можно было доехать до места отдыха на дилижансе. Это что-то вроде маршрутки. Еще можно было плыть пароходом. Но на извозчике, которого можно взять прямо от вокзала, удобнее всего. Причем с каждым годом качество услуг повышалось. Уже в 1903 году газеты писали, что в Новороссийске можно было нанять автомобиль с водителем до любого города на побережье. А в начале десятых годов отмечалось, что большинство извозчиков в Сочи возят клиентов на рессорных повозках с нудувными шинами, запряженных парой лошадей. Если что, для Москвы или Питера это считалось шиком. А в Сочи норма. Но это и понятно. Отдыхать на море тогда ездили люди со средствами. Водители в Яндекс.Про могут тоже работать в межгороде. Это более длительные поездки на разные расстояния. Не от Москвы до Владивостока, конечно, но все-таки направление межгорода тоже очень популярное и прибыльное. Благодаря платформе Яндекс.Про водители-партнеры могут работать практически из любого края России и выбирать для себя удобный график. Если вы ищете подходящий формат работы и у вас есть водительские права, получайте достойный доход и работайте в такси в удобное время вместе с приложением Яндекс.Про. Чтобы присоединиться, можно перейти по ссылке в описании этого выпуска или позвонить по номеру 1002. Так, ну давайте еще про деньги поговорим. Немного деньги, потому что имеют значение. Россия в то время довольно стабильная в финансовом плане страна. В середине 90-х Сергей Витте, который был тогда министром финансов, провел реформу рубля, он привязал его к золоту и собрал один из самых крупных в мире золотых запасов. Слушайте, кстати, эпизод об этом в подкасте «Время и деньги» в пятом сезоне. Витте это все делал ради инвестиций с Запада, потому что Россия — это надежно, и Россия нуждается в займах, чтобы наращивать экономику. Вкладывайте в Россию. Кстати говоря, тогдашние займы — это не то же самое, что сейчас. Как это работало? Российская империя выпускала тиражи облигационного займа. Эти облигации выбрасывались на рынок, их покупали обычные люди, и облигации давали держателям надежный и стабильный ежегодный доход. Так вот, чаще всего иностранные займы оформлялись так же. То есть это не Франция или Германия давала свои деньги, а правительства этих стран разрешали России торговать на своих биржах национальными облигациями. И да, эти облигации считались очень хорошим инвестиционным инструментом. Куча французских рантьев вкладывались в них, рассчитывая на обеспеченную старость. Фактически это не Франция вкладывалась в Россию, а французы. Кстати, когда Ленин откажется платить по этим займам, он кинет таким образом не правительство Франции, а французских граждан. Ну, они буржуи, в принципе, тоже не жалко, конечно, Ленину, по крайней мере. Ну, в общем, все классно, в Россию с Францией текут деньги, Франция пустила Россию на свой рынок, как бы в обмен на военную помощь против Германии в случае чего. Но у России и у Германии вообще-то тоже отношения отличные. Спорить России и Германии, по сути, не о чем. Германия вообще тогда была основным торговым партнером России и по экспорту, и по импорту. Ну, правда, Россия и Германия устроили друг другу небольшую таможенную войну в начале 90-х. Ну, а поскольку Берлину была нужна российская пшеница, а Петербургу немецкие станки, то вскоре между Россией и Германией было прямо заключено торговое соглашение, которое регулировало таможенные тарифы. И все стали жить-поживать да добра наживать. Торговое соглашение это, кстати, в свое время заключило именно Витте. Он был очень хорошим переговорщиком, возможно, даже одним из лучших в мире на то время. Итак, подытожим. У России и Франции конфетно-букетный период. Франция смотрит на Германию волком. При этом у Германии теплые отношения с Россией. Но одновременно Германия находится в союзе с Австро-Венгрией. И у России с Австро-Венгрией и Рамсы по поводу славянских земель. Такой вот был примерно расклад на начало века. Если вы не запутались, можете побаловать себя шоколадкой. Теперь вернемся к Сергею Юльевичу Витте. Переговорщиком он действительно был выдающимся. Но еще он был выдающимся интриганом. Так что в 1903 году его сместили с поста министра финансов и дали почетную должность. Но это была синекура. Должность председателя комитета министров. Звучит так, как будто Витте стал премьером. Но на самом деле нет. Премьером, по сути, был Николай II. А Витте превратился в секретаря, который ведет заседание комитета министров. Это была почетная отставка. Витте потерял много рычагов управления. А еще и доверие царя. Обидно. Но с началом русско-японской войны вопрос займов стал очень остро. И таланты Витте, как финансиста и переговорщика, вновь оказались востребованы. И вот в начале 1904 года Витте в Париже договаривается о новом краткосрочном займе во Франции. А дальше Витте поехал в Германию. Потому что как раз к этому моменту истекало прошлое торговое соглашение с немцами. Немцы, конечно, на этот раз сильно прижали Россию и выторговали повышение пошли на российские пшеницу и рожь. Но Витте пошел на это, потребовав от немцев доступа на германские биржи. Дайте нам реализовывать наши облигации и у вас тоже. России нужны деньги. Глава немецкой делегации, имперский секретарь фон Бюлов, ну то есть по сути министр иностранных дел, стал говорить, что Кайзер против такой политики, типа немецкие деньги только для немцев. И тогда Витте наотрез отказался подписывать торговое соглашение. Через 15 минут фон Бюлов пошел на уступки. Россия получила доступ к немецкому рынку ценных бумаг и стала получать живые деньги из Германии в самое тяжелое для себя время, во время войны. Ну то есть Германия подтвердила свой статус партнера России. Вид, конечно, красавчик. Общественное мнение в Германии, кстати, было более-менее сочувственное по отношению к России. Кайзер Вильгельм поддерживал Николай в войне. И не только на словах. Потому что именно Германия предоставила России свои угольные базы по всему миру для Балтийского флота, который плыл как раз из Балтики воевать на Дальний Восток. Французское общественное мнение, несмотря на то, что Франция была союзницей России, так вот там мнение было расколто общественное. Ну а в Великобритании и США болели за Японию. Ну, у Англии вообще было военное соглашение с Японией, так что тут все ясно. Тем временем война шла все хуже, победы, видно, не было, и финансовое положение России стало вызывать тревогу. Россия активно сокращала разные расходы. Ну а в январе следующего, 1905 года, солдаты расстреляли демонстрацию рабочих в Петербурге, и все просто полетело в тартарары, теракты, баррикады на улицах, бесконечные митинги и забастовки. И одновременно с этим в Европе Франция, союзник и кредитор России, и Германия, торговый партнер и кредитор России, очень-очень-очень сильно и не кстати для России поссорились. Буквально запахло большой европейской войной. Спор этот был по поводу колоний, и вот как это произошло. На фоне проблем России на Дальнем Востоке Франция начала искать нового себе союзника, и далеко ходить не надо было, достаточно просто через пролив посмотреть, а туда уже махали рукой приветственно. И вот в 1904 году Франция и Великобритания подписали соглашение, которое получило название Антанта. В этом соглашении они по сути разграничивали сферы влияния во всем мире. Везде, где были конфликты нерешенные. Ну типа англичанам Египет, французам Марокко. Французы отказывались от притязаний на Ньюфаундленд, а вместо этого получали территории в Африке. Ну и так далее. Ну то есть, смотрите, ситуация и так была сильно запутанной, а теперь запутывается еще дальше. Россия имеет в союзницах Францию и воюет с Японией, а Япония, в свою очередь, союзница Великобритании. При этом англичане и французы начинают дружить, и больше того опять мир делят втихую. Французы уже прям заправили салфетку за воротник, взяли в руки нож и вилку и начали готовить аннексию Марокко. Причем, я сказал втихую, но на самом деле не особо втихую. Россия занята на Дальнем Востоке и не против. С англичанами французы, получается, договорились, с ипанцами тоже поговорили и с итальянцами поговорили. Буквально со всеми перетерли, кроме немцев. Им даже не сообщили ничего. Нехорошо. А Германия, как вы помните, вообще-то и так недовольна тем, что у всех есть колонии, а у нее почти что и нету. И тут, довольно неожиданно для немцев, начало происходить вот что. Французы в начале 1905 года потребовали от султана Марокко допустить в страну французских советников и передать французам контроль над армией и полицией. Ну, султан, ожидаемо, был против. Если у вас возник вопрос, а вообще с чего бы это Франция идти в Марокко, то ответ такой, ну, прост. Марокко плохо лежит, надо его колонизировать первыми, пока кто-нибудь другой не колонизировал. Но тут, 31 марта 1905 года, кайзер Вильгельм внезапно, лично посещает Танжер, столицу Марокко. Он там встречается с султаном, приветствует толпы людей на улицах и публично заявляет, что независимость и целостность Марокко соответствуют интересам Германии. Управившись буквально за два часа, Вильгельм отплыл в Освояси. И этот визит стал просто холодным душем для французов. Англичане сразу заявили, слушайте, ну, знаете, если у вас тут конфликт будет между Францией и Германией, на нас можно не рассчитывать. Россия занята, на Дальнем Востоке война, недавно пал Порт-Артур как раз, внутри России революция бушует. Короче, момент был рассчитан довольно тонко. Франция, по сути, оказалась совсем одна, под угрозой вооруженного конфликта с Германией. Из какого-то Марокко. В общем, премьер Франции Морис Рувье отправил своего министра иностранных дел, ответственного за весь этот балаган, в отставку и стал всячески подмигивать Германии, что типа, ну, мы погорячились, давайте договариваться. Тем временем, Балтийский флот, который плыл через полмира, пользуясь немецким углем, доплыл до Цусимы и был там разгромлен. Под Мугденом российская сухопутная армия тоже потерпела поражение. Стало понятно, что России с Японией, видимо, надо заключать мир. На переговоры с Японией в США в Портсмут Николай II опять отправляет своего лучшего переговорщика Сергея Юльевича Витте. По дороге Витте заехал в Париж поговорить об очередном займе. Там, кстати, такая ситуация была. Премьер Франции, тот самый Морис Рувье, сказал, что, ну, вы знаете, до заключения мира с Японией мы вам, к сожалению, денег не дадим, но вам же там придется платить контрибуцию, и вот тогда вы уже можете на нас рассчитывать. Вы вообще нам очень нужны как союзники в Европе, мы очень заинтересованы, чтобы вы пришли в себя как можно быстрее, так что дадим денег. А Витте на это заявляет, ну, на контрибуцию я точно не соглашусь, никакой контрибуции в мирном соглашении не будет. Но Морис Рувье удивился такому самомнению и аккуратненько так сказал, что, ну, знаете, ну, в уплате контрибуции нет ничего постыдного, ну, вот мы немцам заплатили в прошлую войну. А на это Витте ответил, знаете, у вас немцы вообще-то под Парижем стояли. И если японцы будут стоять под Москвой, то мы же подумаем о контрибуции, а так ни одной копейки японцы не увидят. До свидания, господин Морис Рувье, спасибо вам за советы. Но именно в эти дни, то есть после разговора с Рувье, в Париж пришли первые слухи о том, что Николай II и кайзер Вильгельм на яхтах мило друг с другом проводят время. Ну, то есть у нас в разгаре марокканский кризис, Германия качает мускулами, англичане достают попкорн, Франция не может рассчитывать на поддержку России, потому что в России революция и война, а император Николай II и кайзер Вильгельм в это время о чем-то шушукаются в уголочке. Морис Рувье сообщил об этой встрече Витте, но Витте ему не поверил, ну, типа, не может такого быть. Однако спустя несколько часов слухи подтвердились. Ё-моё, Николай Александрович, это очень вовремя, конечно. Я, типа, только договорился о деньгах с Парижем, а вы там с Вильгельмом тусите. Французские газеты вообще панику подняли. Ну, короче, Витте запросил подробности в Петербурге у Ламсдорфа, у министра иностранных дел. Тот ответил, что вообще, да, да, встреча и правда проходят, но это визит исключительно личный. Никаких политических вопросов там подниматься не будет. Витте успокоил премьер-министр Франции Морис Рувье. Сказал, что, ну, они там по-родственному просто посидят. В конце концов, Вилли, ну, то есть император Вильгельм, он двоюродный брат императрицы. И даже, вот смотрите, министр иностранных дел, граф Ламсдорф остался в столице. Без него, естественно, никакие соглашения заключить не получится. Короче, нет причин для беспокойства. Каун, как говорится, даун. На этом Витте откланялся и отправился в Америку заключать мир с Японией. Но зря Витте думал, что нет причин для беспокойства. Период с 1904 по 1905 год был, пожалуй, самым теплым в отношениях между Германией и Россией. Ну, за все время правления Николая II, конечно. Министр иностранных дел Владимир Ламсдорф писал послу в Берлине Николаю Остен-Сакину вот такое. Переписка обоих государей ныне более оживленная и более дружественная, чем когда-либо. Вилли регулярно писал Нике, они так называли друг друга в телеграммах, а Нике отвечал. Вилли даже давал непрошенные военные советы, например, как прорвать блокаду Порт-Артура, всячески подбадривал царя и ругал английскую прессу, которая совсем уже потеряла всякое приличие, поносит Россию, никуда это не годится, сетовал он еще на Францию, которую некрасиво себя ведет, сама вроде как союзница России, а на деле ничем не помогает. Другое дело, мы, немцы, кстати, Ники, французцы, да, что-то там совсем уже с англичанами спелись, а англичане при этом снабжают углем японский флот, а мы, между прочим, снабжаем углем вас, мы снабжаем, а не французы. Как-то некрасиво все это получается. И одновременно с этим Министерство национальных дел в Германии начал подкатывать к русскому послу в Берлине Николаю Остен-Сакину, что, да, что-то там англичане ведут себя крайне нагло. Мы, немцы, уже готовы пригрозить Англии, чтобы она перестала поставлять уголь японцам, ну, естественно, с вами, с русскими вместе. Ну и французы, конечно, тоже к нам присоединятся, они же ваши союзники, и вообще давайте дружить. Российский посол и министр иностранных дел мгновенно поняли, к чему клонят немцы. По сути, сейчас Германия в изоляции. Россия в союзе с Францией, а Франция с Англией очень опасно, получается, для немцев. И немцы совершенно очевидно хотят разрушить союз Франции и России. Понимаете, да? То есть они как бы на словах предлагают присоединиться к этому союзу Франции и России. Но совершенно очевидно, что союз между Парижем и Берлином невозможен, слишком много противоречий. Эльза, Салатаринге в первую очередь, и Марокко опять же. Но при этом, если французы увидят, что Россия как-то уже слишком тесно дружит с Германией, то Франция разорвет союз. Ну и как бы отлично, думают немцы, французы пусть дружат с англичанами, а мы будем дружить с Россией, и политическая карта Европы опять придет в баланс. И эта интрига была, конечно, совершенно прозрачной. И последовала дипломатическая игра. В октябре 1904 года Никки послал Вилли телеграмму, что типа, ну англичане совсем уже беспредел, пора положить этому конец. Дорогой Вилли, составь близики проект договора и пришли его мне. А французы присоединятся к нам потом, они же наши союзники. И Вилли клюнул на эту приманку. Он необычайно воодушевился и составил проект такого договора, в котором буквально было написано, что Германия и Россия заключают военный союз и готовы прийти друг к другу на помощь в случае агрессии третьей страны. Николай таким вот образом отреагировал на это предложение в письме своему министру Владимиру Ламсдорфу. Только сегодня получил письмо с проектом соглашения от императора Вильгельма. Читая его, я рассмеялся. Ламсдорф и Николай сочинили ответ со своими предложениями и дополнениями. И самое главное, они там вписали, что его величество император Всероссийский предпримет необходимые шаги для того, чтобы ознакомить Францию с этим договором и побудить ее присоединиться к нему в качестве союзницы. Не-не-не-не-не-не, конечно же, ответили им из Берлина. Французам ничего не надо сообщать. Зачем? Да они только все испортят. Ну что? Ну не надо. Не надо. Ну зачем? И дальше происходили смешные бодания, в которых Берлин пытался убедить посла России и Николая Второго, что французам ничего не надо знать про этот союз, поставим их перед фактом и все. А Петербург крайне дипломатично отвечал, что наши обязательства перед союзницей Франции не позволяют держать в тайне такой договор. Так что, если хотите заключать с нами договор, мы его покажем предварительно Парижу. А если не хотите, извините. Ну и в итоге все заглохло в декабре 1904 года. Через полгода, летом, 6 июля 1905 года, Ники получил приглашение от Вилли провести вместе время. Ники, проплывая через Финский залив, я не могу не послать вам свои самые сердечные пожелания. Если вам доставит удовольствие встретиться со мной, будь то на берегу или на вашей яхте, разумеется, я всегда к вашим услугам. И Ники предложил встретиться на яхтах недалеко от Выборга, в местечке Бьорке. Сейчас это город Приморск в Ленинградской области. Николай был на яхте «Полярная звезда», без семьи, без министра иностранных дел, в сопровождении нескольких придворных, в том числе там был морской министр Алексей Берилев и министр двора Владимир Фредерикс. А еще с Николаем был его брат, младший Михаил. Вилли приплыл навстречу на своей яхте «Гагенцоллерн». Причем конечная цель была тайной даже для придворных кайзера. Адъютант кайзера Хельмут фон Мольтке писал, «В шесть часов, когда мы все сидели в салоне и гадали, куда мы плывем, Реви, Рига, Кронштадт, вошел император и сказал, «Ну, ребята, приводите в порядок парадную форму, через два часа вы предстанете перед русским императором». Никто из нас не произнес ни слова, мы все были словно оглушены, в помещении повисла мертвая тишина. Никто из нас не догадывался о мотивах этого внезапного и столь таинственно обставленного визита, но все понимали колоссальное политическое значение предстоящих часов, последствия которых никто не мог бы предсказать. 10 июля вечером Вильгельм со свитой ступил на палубу полярной звезды. Государя поздоровались, а затем отплыли на яхту к Генцоллерн. Там Николай расслабился, на столе появилось вино, все свободно и изысканно говорили по-немецки, и было видно, что Николай по-настоящему наслаждается обществом. В три часа ночи он вернулся к себе на яхту. На следующий день встречи продолжились. Тот же самый адъютант Мольтке говорил, что его на обеде посадили с лейб-медиком императора Густавом Гиршем, и доктор сказал ему, что царь очень рад, что в его несчастье кто-то хоть о нем беспокоится, что любые слова благодарности недостаточны перед тем доказательством дружбы, которое проявил кайзер по отношению к нашему императору. В тот же день Николай II и Вильгельм уединились. Императоры говорили о позициях нейтральных держав, о политической изоляции России, и, наконец, Вильгельм предложил, долго не раздумывая, подписать оборонительный союз. Не наступательный, просто оборонительный. И только в Европе. Типа, если мы будем воевать с французами в Марокко, то это вообще не считается. И Николай II, разморенный теплым приемом, подписал договор. По имени Места, в котором он был подписан, его называют Бьоркским. Со стороны Вильгельма договор заверил чиновник Министерства иностранных дел, как-то кстати находившийся на яхте. А со стороны России это был случайный человек, это был морской министр Алексей Берилев. Причем вот как это произошло. Старый моряк, совершенно неосведомленный вопросом внешней политики, был призван в последний момент и без колебаний приложил свою руку к документу, о содержании которого он не мог даже догадываться. В то время, когда адмирал Берилев подписывал свое имя в конце страницы, верхнюю ее часть царь закрывал рукой. Когда впоследствии адмирал Берилев был спрошен об этом графом Ламсдорхом, действующим министром иностранных дел, он заявил, что если бы он оказался снова в том же положении, он сделал бы то же самое, считая своим долгом, как морской офицер, повиноваться беспрекословно своему государю. Очень мило. Ну, после этого императоры с Витте сердечно попрощались, и яхта Гагенцолерн с кайзером на борту взяла курс домой. На следующий день Витте в Париже узнал про эту встречу, французы забили тревогу, но Сергей Юльевич и представить себе не мог, что именно произошло на яхтах. Только в сентябре, через полтора месяца, министр иностранных дел Ламсдорх, наконец, прочитал это соглашение. И Витте, вернувшись из Америки, тоже. И что теперь вообще прикажете делать? Тут я на всякий случай еще опишу, что прямо сейчас творится в России. Противостояние оппозиции царской администрации достигло апогея. В сентябре начнется всероссийская забастовка, вся страна встанет колом, и это приведет к тому, что императору придется подписать манифест 17 октября. Просто как будто других проблем у министров нет. А тут им еще надо разруливать подписанный договор. Между тем, информация о сути договора уже достигла и Англии, и Франции. Кто-то из окружения императора разболтал. Надо было срочно решать проблему. Министры вчитались в пункты только что подписанного договора. Один из них гласил, что договор вступит в силу после ратификации мирного договора с Японией. И Витте с Ламсдорфом согласились, что Бьоркское соглашение с Германией настолько невозможное, что лучше просто не ратифицировать мир с Японией. Просто чтобы Бьоркское соглашение не вступило в силу. Просто прикиньте, да? Пока Витте был в США, договорился с Японией, Николай II, розчерком пера, в хорошем настроении, просто перечеркнул всю дипломатическую работу и Витте, и многих других людей. Но не ратифицировать мир было бы последней мерой. Нужно было как-то постараться договориться с Николаем, чтобы тот отозвал свою подпись. Это, конечно, дипломатическое унижение, но типа, парень, как бы ты накосячил, тебе и разруливать. Витте тогда занимал должность, которая не позволяла ему просить о внеочередном приеме у императора. На Ламсдорфа было рассчитывать сложно. Ну, то есть, если ему дали прочитать просто договор только на третий месяц после его подписания, то, очевидно, влияние министра иностранных дел было ограничено. Витте пустился в интриги. Он пошел к великому князю Николаю Николаевичу и объяснил ему суть проблемы. Николай Николаевич сохранил покерфейс, хотя он уже был в курсе. Больше того, это именно он, судя по всему, как раз слил информацию о договоре англичанам. В общем, Николай Николаевич сказал, что, конечно, проблема, и надо ее решать. Договор с Германией нарушает существующий договор с Францией. Это получается, что государь не держит своего слова. Это без чести получается. Надо разруливать. В результате усилий Николая Николаевича произошла встреча, на которой присутствовал он сам, царь и плюс Ламсдорф и Витте. Николаю II объяснили, что вот этот новый договор не может существовать одновременно с предыдущим. Надо подпись дезавуировать. Николаю, понятное дело, было это тяжело. С другой стороны, будет еще тяжелее объяснять произошедшее союзникам французам. Слушайте, ну это просто... Просто, да, очень понятная ситуация. Ты сделал фигню какую-то, поддался моменту, а затем понял, что сделал фигню. И ты такой, блин, придется за это отвечать. Но как бы не хочется. И поэтому текст договора ты не даешь читать своему министру иностранных дел. Ну, может, как-нибудь там, не знаю, пару месяцев пройдет, как-нибудь все образуется само. Но ничего самого не образовалось. И в итоге Николая буквально заставили написать Вильгельму письмо. Что, дескать, так и так. Ну, договор, конечно, подписан. Мы от него не отказываемся. Но поскольку у нас есть союзнические обязательства перед Францией, то мы должны этот вот новый договор согласовать сначала с Парижем. Ну, вы же типа говорили, да, что это все должно привести к союзу между Россией, Германией и Францией. Давайте их спросим тогда. Вильгельм был не то, что недоволен, но он буквально отказывался верить в подобное. Намерение Германии было, как вы помните, именно в том, чтобы разрушить союз России с Францией. Вильгельм писал в ответ панические письма Николаю. Мы соединили руки и подписали его перед лицом Бога, который слышал наши обеты. Я продолжаю думать, что договор может вступить в силу, что подписано, то подписано, и Бог тому свидетель. Ну, сорян, Вилли. На этом, собственно, все и закончилось. Договор французам не показали, естественно. Несмотря на подпись императора, Россия просто не стала его соблюдать, как будто никакой подписи и не было. Больше того, все просто отрицали само существование этого договора. О нем, конечно, ходили слухи, дипломаты старались разнюхать подробности, но официально его как бы не существовало. Только после революции, когда архивы были раскрыты, весь мир, конечно, поразился. Коля. Ну, как? Просто как так вышло? Коль, ты странный. Самое поразительное в этой истории, конечно, что Николай знал, что договор с Вильгельмом подписывать нельзя. Они же буквально за полгода до этого с Ламсдорфом получали настойчивые письма Вильгельма с предложением о союзе и элегантно очень его отшили. А сам Вильгельм совершенно точно и тонко рассчитал, что Николай тряпка и при личной встрече в хорошем настроении просто не сможет сказать нет. Кстати, слово тряпка в отношении российского императора это буквально цитата Вильгельма. Вот что он писал своему канцлеру. Его величество Николая начинает прошибать холодный пот из-за галлов и он такая тряпка, что даже этот договор не желает заключать без их разрешения, а значит, не желает заключать и против них. При этом сам Николай хорошо понимал свои слабости. Он как-то сказал кому-то из своего окружения, «Зачем ты всегда споришь? Я всегда со всеми соглашаюсь, а потом все делаю по-своему». Ну так в этом и проблема, Николай Александрович. В случаях, подобных сегодняшнему, это, конечно, помогло постфактум исправить ошибку. Сначала согласился, а потом сделал по-своему. Но ведь часто это работало и в другую сторону. Николай соглашался с каким-нибудь необходимым предложением своего министра, а затем отказывался от своего слова. Ну, в результате вся эта история привела к тому, что Франция и Великобритания, несмотря на прошлое и разногласия, начали сближаться друг с другом гораздо активнее. Мало ли что там в Петербурге еще выкинут, надо бы нам какого-нибудь союзника поответственнее. Знаете, Россия, потерпев поражение на Дальнем Востоке, сместила фокус во внешней политике на Европу. Естественно, на Балканы. И в результате, через несколько лет, после убийства наследника австро-венгерского престола в Боснии, Франция, Великобритания и Россия будут воевать вместе против Германии Первую мировую. Рубрика «Чтобы послушать». Сегодня я рекомендую подкаст «Синий бархат». Во-первых, я его очень люблю. Когда я когда-то начинал делать «Закат Империи», я ориентировался именно на него. Но почему я вам рекомендую его прямо сейчас? Потому что автор этого подкаста, Егор Сенников, делал факт-чек для этого выпуска. Подкаст действительно вдохновил меня в какой-то степени на создание «Заката Империи», потому что в нем тоже рассказываются довольно неожиданные события с неожиданными героями, но с долгоиграющими последствиями. Слушайте подкаст «Синий бархат». Ссылка на него в описании. С вами был Аксенов Андрей, подкаст «Закат Империи», студия «Либо-либо». Этот выпуск для вас готовили факт-чек Егор Сенников, редактор Катерина Серебренникова, работа со звуком Семен Аксенов, взаимодействие с партнерами Анна Орландцева. Подписывайтесь на Patreon, Boosty, ставьте классные оценки и отзывы, пишите подкасту «Закат Империи», всех приложений, где вы слушаете, и до встречи на следующей неделе. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Субтитры создавал DimaTorzok